На ваших экранах самая яблочная из грушевых и самая рогатая из мычащих программ на отечественном телевидении. В студии все еще Милана Акулина. И пускай за окном осень, но у нас по-прежнему тепло и уютно. И даже если солнце не светит, мы будем освещать для вас самые интересные фермерские новости. Агронорм. Каждый год весь мир с замиранием следит за презентацией очередного яблока. Наша съемочная группа также не смогла остаться в стороне. Гектары инноваций разрослись в Ленинградском районе. Многофункциональность, свежие технологии и кое-что еще в нашем следующем сюжете. Хорош! Давай, убирай мусилку. Ира! Пока мы там в Краснодаре у себя, переворачиваем календари и отходим от пекла, у вас тут самая жаркая пора. Я правильно понимаю, что происходит сейчас? Сейчас происходит уборка. Уборка средне-позднего яблока – это гала. Сорт капризный, конечно, очень поршезависимый. И погодные условия этого года немножко нас так пошатнули, скажем, в качестве. Поэтому вот на земле лежит яблочко, потому как она проходит в два этапа. Первый этап – люди собирают, мы их называем рукопашники. Те, которые идут внизу и собирают только на высоту своего роста. Второй этап – это платформы идут. Урожайность в этом году по гале где-то 65 тонн. Уже начинают его сортировать потихоньку. Все, что некрасивое, все это сбрасывается на землю. Хорошее уже в контейнер. А дальше уже пойдет переборочная линия, уже досматривать его тотально. То есть уже полный досмотр. Этот сорт, конечно, он капризноват, скажем так, в народе говорят о нем. Потому как он еще и не поздний, и не ранний. В нижнем ярусе было почище яблоко, в верхних ярусах кое-где видно порша. Поршинки попали, это все уйдет в пюре. То есть ничего не пропадает? Нет, ничего не пропадает. Яблоко само по себе, оно чистое, в нем ничего нет. Никаких нитратов, ничего нет. Это то, о чем я говорил ранее. Это то, что мы сбрасываем на землю. Это первая сортировка, назовем ее так. Даже люди сортируют. Вот видно, что здесь уже нет, здесь еще есть. Это люди отсортировали этот отряд и собрали. Это яблоко, оно ничем не хуже того, только единственное, вот удар прошел. Допустим, оно упало, ударилось, его, естественно, земли не поднимут. Либо есть вот точечки. То есть это на самом верху получили мы все-таки удар по поршую. Но есть же всякая так называемая химия, препараты, обработочки, чтобы каждое яблоко было как с выставки. У вас это не приветствуется? Нет. Мы сейчас подняли разговор о воске. То есть вот то, что красивое яблоко, прям блестит все, горит. Это воск. У них нет таких переработок, как у нас в России, сухих, назовем их так. У них все это водяная переработка. Когда они выгружают яблоко, оно по воде плывет. А в воду, конечно, можно добавить, что в голову сбредет. Ростельхознадзор запретил возить в страну яблоки, покрытые воском. То есть мы этим вообще, я не видел в России ни одного хозяйства, кто занимается восковым налетом. Я думаю, с 15 сентября начнется большой вал. Большой вал уже поздних, крепких, красивых сортов. Те, которые уйдут на глубокое хранение. И вот они будут собраны за счет этой алой праздника. То есть уже экономика будет как-то чувствовать себя поспокойнее, скажем так. За свои. Но вы меня успокоили. То есть это все не зазря. Это все приносит и радость, и вкусность, и профит. Конечно, конечно. Это так и есть. Вот этого продукта, процентов 7, которое будет давать тем 93% собранного урожая первую-первыхую копеечку. 93% здесь что занимает остальные? Это реддилишес. Это красивейший сорт. Он калибр у него. Это вот мы проезжали, был такой суперкрасный. Он только начал окрашиваться, но он рожден бурым уже. Он рождается бурым. Он будет красный-красный. Это именно реддилишес. Это основной сорт, который здесь у нас произрастает. Почему? Потому что у нас степная зона. И здесь перепадов температур очень мало. А яблочек у нас, чтобы покраситься, ему нужен перепад. То есть днем 30, ночью должно быть 15. У нас такого не случается. Потом идут у нас фуджи, фуджи-мимо, фуджики их называют там народище. Это яблоко более сочное. Вот из них как раз не пюре, а даже из того, что упадет на землю, это сок. То есть сок отдает. С него сок можно взять хорошо. Переработчику это очень удобно. Ну и нам. То есть это тоннаж. Это общий тоннаж. Оно тяжелее этого яблока. Но процентов на 15-20. То есть это тоже определено играет роль в экономике. У вас тут просторы какие-то. До горизонта тянутся эти яблоки. Это как-то в цифрах можно выразить? Или вы сами уже не знаете, сколько здесь гектаров? Нет, гектары мы знаем здесь. То есть вот конкретно на этом отделении получается, ну, 700, почти 700 без 8 гектар, 700 гектар. Это тянется в длину, оно больше сюда. Это почти 8 километров. Как оно образуется? Просто в один день пришли и такие, делаем 8 километров яблок. Как это началось? Нет. Это началось, начиналось с самого малого. Это было 23 гектара. Мы посадили его для чипсов. Мы производили чипсы, мы посадили яблочные чипсы. Разработали и заняли в Европе первое место. А потом это все как бы перевернулось в том, что из чипсов того надо фреш-продукцию. Пошли субсидии, пошли. То есть государственные субсидии начало государство помогать. Мы-то начали заниматься с 2007 года. А расширяться начали, ну, я думаю, что где-то в 2012 год. С 2012 года мы высадили 500 гектар. Мы каждый сезон высаживали по 100, 118, 120 гектар. На большую уборку у нас запланировано еще 800 человек подтянуть. Я думаю, что по первым дозвонам 600-700 уже есть. Я думала, здесь нужно 800 тысяч, чтобы это все собирать. Нет. Вы же видите, она как бы там ни было, она все равно присутствует автоматизацией. И само дерево обрезано в стену, то есть это плодовая стена. Это когда деревья в елочку обрезаны, тогда это стремянка, это там залезть, взять. Здесь никуда человеку не надо лазить. Вот он уберет и собирает. Поднялся, сорвал, на платформе его опустили, и он пошел. То есть я правильно понимаю, здесь изначально, ну, как бы я сказала, умная посадка, да? Да, это современная уже. Мы ее отработали, эту технологию, и очень многие сады начинают следом за нами идти по этому пути. Плюс комбайны у нас есть. Правда, еще нет таких комбайнов, которые сами рвут, но есть комбайны, которые собирают сразу все. Но это мы применяем на самых нежных сортах, типа Голдена. Мягонькие, которые. Да, которые легко, нажимы на нем образовываются. Когда человек там в сумке, бах, высыпал его, побил его. То есть это уже, это уже потом мы его просто в сок отдадим. Уже во фреш продукцию он не попадет. А не проще ли везде загнать вот эти вот механические пальчики и не мучиться с биржами труда сельскими? А пальчики тоже требуют биржу труда. То есть человека, руки человека никуда не денешь. Ну, то есть пока людям беспокоиться не о чем. Пока соревнования с машинами нам глобально не любят. Нет, садоводствия оно никогда не будет. Вообще этого соревнования закончится в пользу людей, однозначно. Вы знаете, сразу садовод, когда начинает работать, он сразу тянется за модой. Не обращая внимания на яблоки, существует тоже мода. Но надо обращать внимание на регион, в первую очередь. Там, где человек собирается высаживать. Это очень важно. Тогда вопрос. Все, что здесь вкопано, оно здесь вкопано навеки вечный? И вот только этот сорт будет на определенном участке расти? Или что-то выкорчевывается, заменяется? Конечно. Современное садоводство – это совершенно не то садоводство, которое было у нас ранее. Мы проезжали, вы видели, вот уже раскорчеванные новые участки. Стоят столбики, уже ямки нарыты. Это замена уже идет. Вот чисто мы меняем даже тот уже надоевший людям сорт, который плохо продается. Мы его просто меняем на то, что просит народ. Народ просит, хочу суперкрасного. Значит, нам приходится под него подстраиваться, чтобы быть в тренде, скажем так. Так, а степь? А вдруг степь не позволяет? Вот модное вырастить, вы же сами говорите. А мы подбираем сорта. Мы на сегодня собираем, как все колхозы вместе взятые. Вот наше хозяйство собирает яблок столько, сколько собирали все колхозы при Советском Союзе вместе взятые. Ага, то есть вот эти разговоры про эту знаменитую советскую стабильность, это можно все отставить в сторону, потому что прогресс-то он не стоит на месте. Конечно, конечно. Если возьмите, вот при советском времени, допустим, на гектаре было максимум, там, ну, 18 тонн, это самое лучшее хозяйство собирали. Возьмите 18 тонн и 60 тонн. Ну, есть же разница. И плюс, если на гектаре стояло там, ну, 800 деревьев, это самый интенсивный сейчас сад считался. У меня 5600 деревьев стоит на гектаре. Свой питомник мы держим. Мы не покупаем ни у кого сейчас. Когда мы попали в провал за границей, неизвестно, у кого покупать, мы покупали и задорого покупали саженцы для того, чтобы для себя получить материал, почку. А сейчас? До 7 лет. А сейчас мы не покупаем. Мы выращиваем своих, мы выращивали 700 тысяч, сейчас сократили чуть до 500-560 тысяч где-то корней мы выращиваем сами. Мы даже маточник посадили с новым подвоем. Мы вывели уже, можно сказать так, подвои, которые более иммунные, которые терпят любые болезни на сегодня. Но пока мы его сильно не афишируем, мы его дорегистрируем, и тогда уже будем предлагать кому-то и другому двигаться. Это перспективное направление. Мы его, правда, не большой маточник, но по крайней мере 300-400 тысяч корней мы оттуда можем получать. Как все это удержать в голове и как не возникает желание это все бросить? Вы знаете, садовод, если кто-то, он человек, можно сказать, уже больной становится, это болезнь. То есть работа в саду и занятие садом – это болезнь. Это уже болезнь, это привязанность, это не просто простая привычка, это глубочайшая привязанность. И здесь невозможно остановить цикл. Современное садоводство, его невозможно остановить. То есть вот говорят, а то там начинают жаловаться, плохо им, а сам берет и садит. Они это что ни на есть, самые что оптимисты. То есть они идут вперед все время, остановиться нельзя. Если мы остановимся, мы сразу провалимся. Вот оно, вот оно. Класс, они такие вкусные, они такие мягкие. Все, я стою здесь. Коля, иди домой. Я стою здесь. Шокирующие новости. Многочисленные исследования показывают, что некоторые коровы в России живут лучше, чем другие коровы. Нам удалось пообщаться с такими счастливицами и их воспитателями. Как договориться с рогатыми, кто самый близкий для коровы человек? И зачем в молоко добавлять коммунизм? У вас тут все такое пятнистое, прям как в мультике. Сто долматинцев. Только у вас не сто долматинцев, а сто голштинцев. Я правильно угадала? Да, только нужно добавить один нолик. У нас на ферме тысяча голов скота. Тысяча? Тысяча. Зачем вам столько? Производить молоко. Нужно в России свое молоко, своя пшеница. Поэтому развиваемся, стараемся увеличивать производство. Ферму создавал наш отец, потому что он по специальности был агрономом и говорил, что растеневодство не может существовать без животноводства. Эта ферма построена в чистом поле. Строили ферму пять лет. Затем обратились в Министерство сельского хозяйства. Получили грант на развитие семейных животноводческих ферм. И благодаря поддержке Министерства построили ферму. Вот теперь такая красота у нас здесь существует. Мы, конечно, фермеры, но ферма построена по современным технологиям. Что из технологий есть? Здесь нет стен, но очень утепленная крыша, для того, чтобы коровам не было жарко. И нам говорили, что такого не может быть. Ну, привыкли стены, крыша. Сейчас все поменялось, а документы не успевают с ним быть. Не поспевают за прогрессом. Да, да. С коровам не должно быть жарко, поэтому стоят вентиляторы. Стоит душ. Летом он активно работает. К коровке у нас беспривязное содержание. Навозоудаление автоматическое. То есть это вот этот знаменитый навозолифт, который... Да, дельта-скрепер. В этой комфортной жизни рано или поздно наступает момент, когда, собственно, нужно брать молочко. Как это происходит? Подходит подгонщик, открывает калитку, и коровы спокойно сами идут на дойку. Самое главное, и их не беспокоить. Бывают погонщики приходят, начинают палкой, ну, кто новенький, подгонять. Я говорю, никакого стресса. Потихонечку подошли, попросили. Ну, бывает несколько экземпляров, которые дожевывают, еще досыпают. А основная масса самостоятельно идет в дельный зал. С коровами действительно реально договориться? Коровы привыкают к стабильности. Поэтому коровам нужно делать все каждый раз в одно и то же время. И они к этому привыкают. Тогда у них исключается стресс, и они производят больше молока. Золчинская порода дает максимальный удой по сравнению с другими коровами. А свойства этого молока какие? Что из него можно делать? Или это просто молоко в бидончике залили, покипятили и хорошо уже? Нет. Ну, молоко и молоко. Ну, у любой коровы молоко. Единственное, что отличается, жир и белок не такие высокие, как у некоторых других пород. У нас в рационе 60% кормов – это силость и сенаж. В миксере смешиваем силость, сенаж, немного зерновых – это пшеница, кукуруза, соя или подсолнечник. Вот это все, что у них в рационе. Ну, еще витамины, конечно, и минералы – это обязательно для здоровья животных. Когда говорят, что молоко ненатуральное, оно же не может быть натуральным. Все это вранье. Наши коровы идут в натуральные корма, которые заготовлены у нас на наших полях. Да, коровы самые натуральные. Это не монтаж, это не голограмма. Слушайте, а я заметила, у них есть номера и на ушках, у кого-то на брюшках, а у кого-то еще на щечках татуировки. Это они у вас модные такие или зачем им столько обозначений? Ну, это обязательно для зоотехнического учета. Обратите внимание, у них на ножках еще есть рескаунтер. Это датчик, который считывает информацию. Когда коровы заходят в дельный зал, система считывает информацию с датчика и передает на компьютер. У нас в компьютере, знаете, есть такие компьютерные программы, ферма или там еще какие-то интересные. Так вот, ты когда садишься за компьютер и начинаешь разбирать зоотехнический учет, все это в программе, это действительно интересно и затягивает. В компьютере видно полностью надой по каждому животному. Видно ее здоровье, когда ее кололи, когда ее лечили, ее родословное. Самое главное, что видно, где она находится, в каком корпусе. То есть, если зоотехнику или врачу нужна корова, он не будет бегать по всей ферме, искать ее, он просто четко приходит. Даже если скотники напутали и загнали не в ту секцию, мы точно поймем на дойке, что корова стоит в другой секции. Еще очень важная функция у этих датчиков. Если корова долго не встает, например, у нее нет активности, нет жвачки, датчик передаст. Это первый сигнал для зоотехника либо врача, что с коровой что-то не так. То есть, технология лучше друг фермера современного. Я знаю, что у многих ваших коллег есть опыт перестройки каких-то старых колхозных помещений, оставшихся красного знамени Ленина. Как проще все-таки перестраивать из старого или с нуля в современных условиях? Как это? Я думаю, что каждый исходит из тех соображений, что у него есть. У нас просто не было никакой фермы, и мы, естественно, строили в чистом поле. Если, конечно, есть старые коровники, то, конечно, лучше, ну, не лучше, а, наверное, по финансам выгоднее это просто перестраивать. Хотя лепить со старого, конечно, всегда начинаешь. Иногда в итоге ты смотришь, что больше вложил, чем бы ты построил новое. То есть, получается, молочное производство и содержание таких животных – это абсолютно не консервативное искусство? Это всегда требует какого-то нового подхода, нового понимания, нового развития? Три года уже работаем вдвоем, и каждый день удивляемся, насколько повышается наш уровень IQ. Потому что каждый день ставится новая задача, такого, как не было никогда. И каждый год все по-разному. И ты садишься просто, придумываешь на ходу новое решение абсолютно. Это касается и растеневодства, и животноводства. Ну, IQ повышается, а эндорфин и уровень счастья? О, это вообще на высоте. Что самое классное в этой работе? Постоянно ты развиваешься, с кем-то общаешься, у тебя куча задач. Не знаю, это интересно все-таки. Жизнь каждый день кипит. Утром просыпаешься и не знаешь, чего ждать от нового дня. А с коровами общаетесь? Или они для вас просто толпа, которая на вас работает? Или каждая личность? Вы знаете, наверное, каждая личность. Особенно для наших работников, специалистов. У нас есть ассиминатор, который у нас довольно давно работает. Он даже помнит, у этой коровки была мама с такими же пятнышками, как у этой. Ну, то есть, очень интересно для них все-таки это каждая в отдельности личность. Ассиминатор – это такая профессия, она как бы предполагает близкий контакт, скажем так. А наши доярки узнают коров по вымени. Когда они заходят на дойку, морд практически не видно, там закрыто. И видно только вымя. И когда я спрашиваю, какой же это номер, доярка четко говорит, это такой-то, это такой-то. Животные это чувствуют? Животные это понимают? Ну, я не могу за них отвечать. Ну, по крайней мере, я думаю, что чувствуют, потому что все-таки это животные. У нас даже была такая корова, она давала мало молока. Я сидела за компьютером, говорю, выбракуйте эту корову. Прихожу через месяц, ее не сдали. Я опять говорю, сдайте эту корову. Потом начну выяснить, почему вы ее не сдали. Да, она так нас любит, она так всегда обнимается с нами, всегда там подходит. Короче, сотрудники проголосовали за то, чтобы корова еще немножко пожила в стаде. Ну, не зря мы так нарядились сюда по всему, да? Где мы оказались? Ну, это наш склад молочной продукции. И это все делается вами же? Да, конечно, здесь же у нас на заводе. А не проще ли было, ну, подоить коров, сдать это молоко куда-нибудь и забыть про него? Зачем вам лишние вот эти вот еще движения? Да, на самом деле проще. Ну, наша история началась с того, что мы решили продавать наше молоко с фермы в бочках в центре Астаницы. И люди просили, молоко вкусное, сладкое, ну, пожалуйста, сделайте сметану, сделайте творожок. Ну, конечно же, по просьбе многих жителей мы все-таки решили запустить это производство. Как разрабатывалась линейка и что в нее сейчас будет? Нам повезло с поставщиком оборудования. Поставщик оборудования нам сразу предоставил обучение. Обучение проходило в течение двух недель. Нас научили пользоваться оборудованием, изучили все на заводе. И затем к нам приехал очень крутой технолог Анна Юрьевна, привет! Привет, Анна Юрьевна! Научила нас делать всякие фишки, всякие вкусняшки. И теперь мы вот производим. Линейка сначала была минимальная, сметана, кефир, ряженка. Но со временем, опять же, по просьбе покупателей, по своим ощущениям, что мы видим на полках в других магазинах, пробуем разрабатывать новые продукты. Вот последнее, что мы сделали, это молочный коктейль для лета, для деток, маленьких бутылочек, чтобы можно было на ходу выпить этот молочный коктейль. А нам нельзя уже взрослым? Ну, это предпочтительно, дети любят такую продукцию. Взрослые чаще дают предпочтение кефиру, ряженке. Это другие взрослые, это скучные взрослые. Мы все съемочные группы очень любим молочные шоколадные коктейли. Вы знаете, у нас сложился такой сегмент потребителей, которые жили еще при СССР и помнят тот вкус ряженки, тот вкус кефира. И они были первыми нашими оценщиками, кто по достоинству оценил нашу продукцию и сказал, я помню этот вкус, спасибо, что вы появились на рынке. Как внести в молоко дух коммунизма? Только вкусовыми качествами. Все должно быть натурально. Раньше как-то было. Я тогда еще не жила. Мы тоже не жили, но поверим на слово. Такой продукции у нас на рынке очень мало. Она есть, действительно. Многие фермеры занимаются. Но наша продукция Скоропорт. Поэтому не все производители, особенно крупные, идут на это. Чаще добавляют стабилизаторы, консерванты. Мы пошли именно тем путем, чтобы создавать продукт, только молоко и закваска, и ничего более. Нам говорят, что вы испортитесь, не выживете на рынке, не выдержите конкуренции. Но я сказала, лучше мы закроемся, но портиться не будем. Мы только за натуральный продукт. Чем меньше срок хранения, тем больше сужается география поставок. А если мы там у себя в Краснодаре хотим попробовать ваше молочко, а если в Сочи хотят попробовать, как поступать? Ну, Краснодар – это не очень далеко. У нас машина с рефрижератором. Мы прекрасно довозим до Краснодара. До побережья мы еще не добрались. Все-таки логистика дает о себе знать. Я думаю, что мы найдем своего покупателя, те, кто действительно оценит нашу продукцию. За счет большого спроса, я думаю, что мы сможем обеспечить наши районы. И этого будет достаточно. У нас не совсем большое производство, поэтому мы не ставим себе географию всю Россию. Какие еще дальнейшие планы? Ой, планов очень много. Но я люблю идти маленькими, но твердыми шагами. Поэтому пока что, конечно, мы хотим войти в торговые сети. Также мы настроены на реализацию нашей продукции, поставку нашей продукции в детские сады и школы. Уже мы начали работать с некоторыми районами. Но я надеюсь, что охватим все больше районов. А на сегодня у нас все. Но напоследок немного хороших новостей. Уже в ближайшее время из отпуска выйдет мой коллега, великолепный и ошеломительный Роман Макропула. А если вы не успели поймать нас на голубых экранах, не расстраивайтесь, вам поможет интернет. Ищите нас в Рутюбе и Ютюбе, канал Кубань24Док. Ставьте лайки, жмите колокольчики, а в комментариях напишите, кефир с каким процентом жирности самый вкусный. Породолжаем. Слово отечественное читание. Моя родная русский язык. Не помню дальше, что я написала. Рутюбе. Опять. Опять. Покривали и ладно. Покривали и ладно.